Здравствуйте! Репортер 73 представляет информационный выпуск «Каждый день, вечер и утро». Реальность сама складывает картину дня. В студии Владимир Гаврилов. Смотрите сегодня в программе. 257 миллионов на питание. Возбуждено расследование уголовного дела по пункту 2 статьи 178 уголовного кодуса Российской Федерации, предусматривающего наказание в виде лишения свободы, срок до 6 лет. Прокурорская проверка выявила картельный сговор. А снег и ныне там. Вчера, походу, немного ее прочистили. Сейчас одна полоса здесь едет, а также 55 маршрут. Разъехаться с ними никак невозможно. Расчистить дороги и тротуары – пол-дела. Главное – снег вывести. На старт, внимание, газ. Вместе с нехорошей квартирой без газа остались еще 9. Газовики поясняют либо так, либо взрыв. Внеплановые проверки газового оборудования. Уголовное дело по факту картельного сговора возбуждено по материалам прокурорской проверки в отношении руководства общества с ограниченной ответственностью «Альтернатива». Контракты на поставку лечебного питания в учреждение здравоохранения на сумму 257 миллионов рублей формировались больницами на основании коммерческих предложений, полученных исключительно от компаний, аффилированных друг к другу, официально заявили в надзорном ведомстве. Как известно, «Альтернатива» занимается в регионе вопросами поставки питания не только в больницы, но и в образовательные учреждения, занимая существенную часть этого рынка. Как будет защищаться «Альтернатива», согласно ли руководству компании с предъявленными обвинениями, так и осталось пока тайные за семью печатями. Неоднократные попытки связаться с руководством ООО успехом не увенчались. С Толмачевым Андреем Валерьевичем можно как-то переговорить? Нет, он еще не появился. Ага, а может быть у меня есть какой-то зам? У нас тут просто материалы прокурорской проверки есть, как раз касательно вашей фирмы. Мы вчера звонили, да, только Алексей звонил. Да, да. Остер Алексей Мачунин. Но должен он скоро подъехать, передам я ему. А вот в прокуратуре сразу обозначили всю схему по всем параметрам, идущим в нарушении закона. В деле замешаны 6 медучреждений, 3 оператора питания и целое министерство. То самое здравоохранение. По информации сотрудников надзорного органа, в 2016 году региональный Минздрав потребовал от больниц закрыть собственные пищеблоки и перевести организацию питания пациентов на аутсорсинг. Больницы, соблюдая закон, начали анализ рынка на предмет стоимости соответствующих услуг и поиска наиболее выгодного варианта. Информацию отправили на согласование. Однако, как установлено прокуратурой, в Минздраве потребовали объединить лоты и выделили общую сумму в 257 миллионов рублей. В итоге начальные цены по соглашениям формировались больницами исключительно на основании коммерческих предложений, полученных по запросам учреждений от общества с ограниченной ответственностью «Симбирск Клининг», «Логистик» и «Альтернатива». Разница между предложениями была предельно минимальной, при этом самой выгодной оказалась цена «Альтернатива». Отказавшись от участия в конкурсах, первые две компании обрекли в кавычках «Альтернатива» на победу без торгов и снижение начальной цены. Указанные незаконные действия повлекли извлечение дохода на сумму более 250 миллионов рублей и причинили нарушение правам иных участников торгов. В связи с изложенным по данному факту в настоящее время по материалам прокурорской проверки возбуждено расследоваться уголовное дело по пункту В, часть 2 статьи 178 Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет. Деятельное участие в раскрытии картельного сговора принимало и Управление Федеральной антимонопольной службы. Кстати, ФАС не первый раз подозревает альтернативу в сговоре. В 2016 году служба инициировала процесс по материалам проекта Общероссийского народного фронта «За честные закупки» в рамках совместной работы по составлению карты-картелей в сфере поставок питания в соцучреждения Российской Федерации. Однако процесс, судя по всему, прошел для альтернативы безболезненно. Мы следим за развитием событий. В продолжение темы. Региональный бюджет пострадал еще на 160 миллионов рублей. Именно в такую сумму, по данным прокуратуры, оценивается работа автономной некоммерческой организации «Цивилизация», руководство которой заключало договоры с поставщиками услуг по цене, значительно превышающей фактические затраты подрядчика. Подробности далее. Летом 2017 года региональным министерством развития конкуренции и экономики совместно с Министерством промышленности, строительства ЖКХ и транспорта учреждена автономная некоммерческая организация «Цивилизация». Цель – обезопасить город. Проще говоря, компания, не имея специального оборудования, закупает услуги по фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Несложными манипуляциями областной бюджет прохудился на 160 миллионов рублей. Финансовое обеспечение деятельности «Цивилизация» в сфере фиксации нарушений правил дорожного движения производится в соответствии с заключенным ею с региональным министерством промышленности, строительства, жилищно-коммунального комплекса и транспорта с соглашением о предоставлении субсидий из областного бюджета. Вместе с тем прокуратурой в ходе проведенной проверки было установлено, что руководство «Цивилизации» заключало договоры с поставщиками услуг по цене, значительно превышающей фактические затраты. Сейчас материалы переданы в следственные органы для возбуждения уголовного дела. Марина Тимофеева, Евгений Луковкин, Константин Никитин, репортер 73. Снег в городе. На память о накрывшем на прошлой неделе регионы по Волжье снегопаде во дворах и вдоль городских дорог остались следы расчистки проходных проездных путей. Дорожные службы старались как можно скорее предотвратить коллапс, однако горы снега, которые складировали вдоль обочин снегоуборочной машины, смазывают картину. До порядка далеко. Местами снег с проезжих частей не убирают вовсе. Эта проблема близка жителям отдаленных районов. Когда исчезнут снежные брустверы? И существует ли иной способ уборки улиц, кроме переваливания сугроба с места на место? Дорожные службы репортуют. Работают в полную силу. Но озвученные выше вопросы так и остаются без ответа. Микрорайон юго-западный, дальние засвияжья. Жители бьют тревогу, называя свою ситуацию чрезвычайной. С их слов, снег не вывозят ни первый месяц. Из-за заваленных обочин не видно подъезжающий к остановкам транспорт. А личные авто буксуют в сугробах. Репино, Ленинский район или Север. Аналогичная проблема. Машины лавируют в колеях среди сугробов. Техника чистит соседние улицы. Якобы проблемные дороги не на городском балансе. Хотя строительный проезд к новой школе при аналогичных условиях расчищают, как говорят жители микрорайона, оперативно. Всю зиму мы пытаемся дозвониться до дорожных служб, до непосредственно администрации города. Слышат нас очень плохо. Услышали нас только тогда, когда вчера столкнулся у нас школьный автобус с машиной. Немножко зашла техника. Сейчас мы находимся на улице защитников Отечества. Вчера, походу, немного ее прочистили. Сейчас одна полоса здесь едет, а также 55-й маршрут. Разъехаться с ними никак невозможно. Беда спальных районов – отсутствие парковочных мест. Люди вынуждены оставлять машины в заездных карманах, из-за чего дорожная техника не может выполнить свою работу. Установка дорожных знаков, запрещающих парковку по четным и нечетным дням на противоположных сторонах улиц, ситуацию облегчает, но полностью не решает. Мы возрождаем, с ГИБДД встречались. Сейчас вот на нескольких улицах мы установили знаки эвакуации. Соответственно, мы планируем, наверное, на этой неделе, на следующей неделе уже приступить к эвакуации транспортных средств, которые брошены именно под запрещающими знаками, и все-таки возродить это. С ГИБДД проговаривали. В принципе, это федеральный закон, ничего не мешает уже начать действовать. Но чтобы не было вопросов... Центр города под пристальным вниманием. И это понятно. Снег убирают из проезжих частей, из тротуаров. Но без локальных трудностей все равно не обходится. В России зимой снег, конечно же, никого не удивляет, но вот определенные трудности он создать все-таки может. После уборки проезжей части на улице Федерации и расчистки козырька этот пятачок оказался погребен под непроходимым снежным завалом. За несколько дней пешеходы сумели проложить пару извилистых тропинок, но, кажется, полностью проблема может решиться только весной. Естественным образом. Проезжей части прилегающей тротуары – зона ответственности города, дворовые территории в ведении управляющих организаций. И если одни компании к исполнению обязанностей подходят добросовестно, то безответственность других портит общую картину приведения жилых кварталов в порядок. Это еще вот, ладно, уже приездили, а то он проехал, даже не поднял эту... Ой, как ее... Ну, чем гребет, забыла как-нибудь... Ковш свой. Проехал, вот такие вот полметра эти колеи, и вот мы сейчас из них шагаем. Я регулярно получаю обращения горожан по поводу неудовлетворительного состояния дворов. Управляющие компании должны более тесно работать с собственниками жилья, старшими по домам. Ульяновцам необходимо разъяснять, что на время снегоуборочных работ дворы должны быть освобождены от транспорта. Тротуары и обочины завалены, дороги скользкие, проезды узкие. В соседней с нами Пензенской области управление ГИБДД провело выездное совещание с представителями администрации, управления ЖКХ и коммунальных служб. Вы говорите, мы привлекаем дополнительную технику. Тогда почему вы не обеспечили вывоз снега в эти сроки? Не может дурмоз. Как не может дурмоз, если вы привлекаете? Если вы привлекаете недостаточное количество техники, если дурмоз не может, привлекать их, кто вам не дает достаточное количество техники? Ограниченные финансовые ресурсы. Запрашивайте дополнительное финансирование. Снег убрать непросто, когда погода диктует свои условия. Однако есть примеры, когда городские улицы приводятся в порядок благодаря рационализаторским решениям. В нашем городе продолжают ликвидировать последствия снегопада, который на прошлой неделе накрыл столицу региона. Напомню, тогда выпала почти полная месячная норма осадков. Сейчас основные городские магистрали полностью свободны от снега и наледи. Большинство дворов также очищены силами управляющих компаний. Но есть отдельные, в прямом смысле слова, узкие места. Одно из таких – улица Валентины Терешковой. В минувшую пятницу там побывал мэр Саранска Петр Тултаев и остался недоволен увиденным. Из-за припаркованных машин не удавалось убрать снег с проезжей части, поэтому городские власти приняли решение на сутки закрыть улицу для движения. Все это время там работала коммунальная техника. Эту практику в мэрии продолжили и уже сегодня для уборки снега перекрыли улицу Степана Разина. Отмечу, что те машины, которые владельцы не успели убрать, коммунальщики при помощи эвакуатора переставляли из сугробов на чистый асфальт. В общем, больших претензий к уборке города после рекордного снегопада, по большому счету, не осталось. Пройти и проехать теперь можно по любой улице столицы Мордовии. На Ульяновские улицы ежедневно выходят от 60 до 80 единиц техники. Управляющие компании привлекали еще 29 для борьбы с последствиями недавнего снегопада. Средств на моментальную стопроцентную уборку улиц не хватает, сетуют в управлении дорожного хозяйства. К тому же, по большей части техника старая, а при обновлении парка приходится выбирать, приобрести ротор или несколько комбинированных дорожных машин, которые требуются чаще. Однако, в целом, в этом году улицы областного центра расчищаются оперативно. Вопросы по каждому проблемному участку надо рассматривать отдельно. Чтобы справиться с погодными условиями, необходимо выстроить взаимопонимание между ответственными лицами и горожанами. Тогда жалоб будет меньше и на снежные отвалы, и на машины на пути снегоуборщиков. Вера Мещерякова, Геннадий Бухтояров, Иван Демидов. Репортер 73. Цифровой бум вот-вот прокатится по всей России. С 11 февраля аналоговое вещание в Ульяновской области исчезнет как явление. На смену идет цифра. И идет разными путями. Кому-то понадобится купить дополнительное оборудование, а кто-то уже сегодня полноценно смотрит современный телепродукт, иногда даже не подозревая об этом. Важно разобраться, нужна ли телеприставка, или ее покупка только лишняя трата денег и времени. Евгений Луковкин максимально доступно, не вдаваясь в технические детали, объясняет некоторые особенности цифрового вещания. Есть антенна, а есть кабель. И это две большие разницы, как говорят в Одессе. Аналоговый сигнал передается по воздуху. Центральная точка его раздачи в Ульяновске – всем известная телевышка на проспекте Нариманово. Все антенны в городе направляются именно на нее. Так сигнал четче. Отсюда же для областного центра будут расходиться и цифровые пакеты. Старые добрые антенны и старые добрые телевизоры эти пакеты принять не смогут. А вот абонентам кабельного и интернет-телевидения переживать не о чем. 11 февраля заканчивается эра аналогового телевидения. Но это не значит, что нужно всем покупать приставки. Если вы подключены к оператору кабельного телевидения, то у вас все останется так же, как и сейчас. Но если вам не хватает количества каналов, то вы можете у своего оператора подключить расширенный пакет. То есть существенно расширить свои возможности и удовлетворить самые завышенные потребности. Так кому же все-таки понадобится цифровая приставка? Тем людям, у которых старый телевизор и антенна. Именно антенна, а не кабель. Вот им эта коробочка действительно поможет. И еще один момент. Как узнать, нужна ли вам она или нет? Дождитесь 11 февраля. Как только картинка на экране вашего телевизора пропадет, вы будете точно понимать, да, у вас старый телевизор и вам приставка нужна. Сходите в магазин два часа без телевизора, прожить можно. В региональном правительстве постарались заранее просчитать все риски. Возможные нештатные ситуации даже предусмотрели матпомощь малобеспеченным. Приставка стоит не очень дорого, но для кого-то и тысячи рублей – большие деньги. Если малообеспеченными считается несколько человек, семья проживает, может быть, 2-3 семьи проживать в доме могут, то понятно, что материальную помощь получит кто-то один человек из проживающего в этом домовладения. Но вернемся к цифре. Принимать сигнал такого качества можно как с помощью приставки, так и через кабель. И все, кто сейчас принимает цифровой сигнал, уже смотрят любимые телеканалы, программы и передачи в отличном качестве. Телеканал «Репортер» уже вещает в цифровом формате. Если вы сейчас смотрите наш телеканал на своих телевизорах, то вам не нужно покупать никаких приставок. Он входит в 21 общедоступный обязательный телеканал Российской Федерации. Кроме того, «Репортер 73» представлен во всех основных популярных в России соцсетях, а наш прямой эфир можно смотреть в цифровом качестве даже без кабеля. Достаточно на сайте www.reporter73.tv открыть вкладку «Прямой эфир». И вот мы снова вместе с вами в любом современном гаджете. Следком, прокуратура, Росгвардия, УФСИН и ОВД. 23 января на заседании итоговой коллегии озвучены результаты работы за 2018-й. Есть чем хвалиться. На 4,4% сократилось количество тяжких и особо тяжких преступлений в Ульяновской области за минувший год. Есть что исправлять. Какие задачи поставил областной прокурор Сергей Хуртин на этот год? О показателях и недоработках расскажем далее. За прошлый год по всей области установили 7 тысяч камер. На 8% снизилось количество преступлений на улицах. В региональное правительство направили предложение расширить сеть видеонаблюдения на 500 камер. При этом количество рецидивов увеличилось на 4%, как и показатели по преступлениям несовершеннолетних. Из всего числа нарушителей лишь один ребенок оказался жителем другого региона. Одна из причин плохой статистики – слабая профилактика или ее отсутствие от сотрудников ПДН. Еще 877 случаев, когда подростки сами стали жертвами. В целом раскрываемость преступлений по области увеличилась на 4%. По итогам 2018 года число раскрытых преступлений увеличилось на более чем на 4%. Возросло количество выявленных лиц и их совершивших. Наиболее эффективные оказались первонаправленные раскрытия имущественных убийств, факторы причинения тяжкого вреда здоровью, разбойных нападений и грабежей. Сюда же входят имущественные преступления, кражи транспорта и мошенничество. За 12 месяцев работы оперативники раскрыли 51 дело по организованным преступным группам. За решетку сели 70 человек. Вымогательство, грабежи, кражи, перегон автомобилей – за рубеж. Немало сделано в 2018 году для усуточения мер противодействия незаконного оборота наркотиков. В данной сфере расследовало 668 преступлений, в том числе по тяжким натёркам, особо тяжким составам 349. По оконченным уголовным делам из незаконного оборота изъято более 50 килограммов наркотических средств. Закрыли 9 наркопритонов, 3 сайта с запрещенными веществами и 7 каналов из других регионов, по которым наркотики попадали в Ульяновскую область. По экономическим и коррупционным статьям 826 фактов, где 411 – преступления тяжкое или особо тяжкое, и 177 – материалы по коррупции. По уже завершённым ущерб свыше 1 миллиарда 300 миллионов рублей. Главный прокурор области Сергей Хуртин назвал статьи, по которым в регионе серьёзно недорабатывают. В список попала 174-я – легализация отмывания денег или иного имущества, приобретённых преступным путём. Вот это одно из направлений, на котором можно начинать работать. Дела оперучёта по политикатным преступлениям сократились на 17%. 42 до 26. Мы не смогли наработать положительную судебную практику. Из семиделных правов в суд, по которым получили оправдательные приговоры. Между тем, количество осуждённых по статьям о легализации в целом построение увеличилось в два раза. По 173-й статье пункту 1-му образования юридического лица через подставных лиц возбуждено 79 уголовных дел. Однако раскрыто и направлено в суд только два материала. При этом в Татарстане 56, в Башкирии ушло к судье 30. До сих пор у нас не были ни одной преступной схемы с использованием судебных решений. Удостоверение комиссии под уголовную спору, подделки судебных приказов. Подвести итоги этой работы мы запланировали на марте. Поэтому необходимо приложить максимум усилий, время, которое у нас осталось, и скорректировать. Вопросы о которых я считаю, только сейчас вам доложим. В сфере обороны промышленного комплекса лишь одно уголовное дело, да и оно по материалам прокурорской проверки. За полгода расследования обвинения никому так и не предъявили. Десятки материалов, заведенных по уголовным делам, не расследуются. Несмотря на истечение сроков, решения по ним до сих пор не приняли. Причиной Сергей Хурти называет крайне безответственное отношение к своим обязанностям отсутствия контроля и спроса со стороны руководителей. Анжела Забашта, Константин Никитин, репортер 73. 389 тысяч квартир в Ульяновской области газифицированы. В 33 тысячах из них проживают одинокие пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи. Им особое внимание и особый контроль за газовым оборудованием, находящимся в их пользовании. На днях в регионе начали работу межведомственные комиссии, основной функцией которых станет проведение внеплановых проверок. Это не отменяет ежегодные для каждого домохозяйства работы по техобслуживанию газового оборудования. Нельзя списывать со счетов и ответственность каждого, кто так или иначе имеет доступ к пользованию голубым топливом. Нехорошая квартира в 77-м доме по улице Рябикова появилась давно. Нет, жильцы в ней не пропадают. Дел одного гражданина, проживающего в трешке, вполне достаточно, чтобы о квартире говорили все соседи. О бедах сыплющихся на них, как из рога изобилия, рассказывают наперебой. Психически нездоровый сосед регулярно устраивает потопы, шумит в ночное время. А два дня назад чуть было не устроил пожар. Зашел в квартиру, зашел на кухню, там все четыре комфорки включены, горит газ. На двух комфорках стоят две кастрюльки, в одной что-то кипит, в другой уже все там испарилось, уже все сгорело, вот этот вот, из-за чего весь дым. А он спит в спальне, пьяный. Ну, то есть люди обеспокоены, то есть боятся, в связи с этими вот случаями, что в Магнитогорске произошел, там где-то в Ростове еще, у нас вот в Учаевке, наверное, говорят, хлопнуло что-то. Ну, страшно жить. Ситуацию необходимо брать в свои руки, решили жильцы. И делегировали председателя сначала в службу социальной защиты, а затем и в прокуратуру. Там посоветовали во избежание ЧП ограничить ненадежному соседу доступ к газовому оборудованию. Жилец представляет опасность в эксплуатации газового оборудования. То есть он за оборудованием своим не следит, оставляет газ открытым, ложится спать. И вообще у него оборудование в неудобительном состоянии находится. Вот, мы его обязаны отключить, чтобы обезопасить других жильцов от аварийных ситуаций, в частности от взрыва или пожара. К столь радикальным мерам прибегают в крайних случаях. За семь дней работы межведомственных комиссий выявлено 69 нарушений. Чаще всего это отсутствие договора, засоры дымовентиляционных каналов, отсутствие тяги, использование оборудования с истекшим сроком эксплуатации. Всё это влечёт за собой выдачу предписаний. И только два случая, связанные с самовольной врезкой в газопровод, закончились отключением. Открой! Юра! Открывай, сказал. Нет. Я сейчас дам, давай, открывай. Нет. Открывай. Нет. Всё, сейчас милиция приедет, выломан у тебя дверь всё. Пускай. Открывай, говорю. Не огонь. Недопуск сотрудников служб по эксплуатации газового оборудования, так же, как и нарушение правил обеспечения безопасности использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, предусматривает административную ответственность и штраф. Не спал, как я себе не спал. Я опять вкратился. Конструктивного диалога так и не получилось. Мужчина не открыл дверь ни соседям, ни полиции. Газовики сделали всё, что могли и что должны. Перекрыт газовый стояк в подъезде. Вместе с нехорошей квартирой без газа остались ещё девять. Газовики поясняют либо так, либо взрыв. Иной разговор возможен лишь в случае, если будет обеспечен доступ в квартиру. Кульнара Шарипова, Леонид Скомарохов, репортер 73. Минус 48 градусов. Такая отметка зафиксирована в Ульяновской области 21 января 1942 года. Не пугайтесь, этой зимой таких аномальных морозов ждать не придётся. Но и тепла в ближайшее время синоптики не обещают. В ночь на 23 января в 73 регионе столбик термометра опустился до минус 33. Что будет дальше, чем грозят холода и как уберечь себя от неприятных последствий, расскажет Марина Тимофеева. Машина не заводится. На окнах, в маршрутках ледяные узоры. Вот вам и запоздалые крещенские морозы. Ночью минус 33, а днём минус 21. Синоптики говорят, температура не аномальная. Такие значения норма, как для времени года, так и для нашей полосы. Уже 24 января потеплеет. Но будет облачно, упадёт атмосферное давление, выпадет снег, возможно метель. 26 и 27 января циклон этот отойдёт уже на северо-восток и на территорию Ульяновской области вновь будет оказывать своё влияние обширный антициклон, который принесёт нам понижение минимальной температуры до минус 25, минус 30, а в дневные часы до минус 15, минус 20. Пока морозы не отступают, все чрезвычайные службы работают в усиленном режиме. Ульяновцы же достают из шкафа всё самое тёплое. Одеваемся по принципу капусты. Обязательно шарф, шапка, ну и варежки. Но на этом не всё. Перед тем, как выйти на улицу, нужно как следует подкрепиться. Не бутерброд с чаем, а суп или гарнир с котлетой. Энергия понадобится организму для борьбы с холодом. Правила просты, главное их соблюдать. В этом году в центральную городскую больницу уже поступили десятки ульяновцев с обморожением. Признаки зуд и жжение. Поражённые участки кожи также могут отекать и менять цвет на красный и даже фиолетовый. При сильном обморожении появляются трещины, пузыри и язвы. Нельзя отогревать руки в тёплой воде, у костра, растиранием. Происходит повреждение кожных покровов дополнительные. Отогреваться нужно изнутри. Давным-давно в Альпах придумали идеальный способ восстановления кровоток – глинтвей. Согреться поможет и банальный аспирин, который есть в любой аптечке. Улучшит кровоток. В городе очень сложно замёрзнуть. Мы же не в поле находимся, а в городе. Вот холодно, зайди в магазин, холодно, сядь в маршрутку. Шапки-варежки никто не отменяет. Ну и согреваться глинтвейном хорошо. Не стоит пренебрегать рекомендациями врачей. Одевайтесь по погоде. Марина Тимофьева, Геннадий Бухтояров, Татьяна Домоданова, Иван Демидов. Репортер 73. Скорбная весть. Скончался Александр Андреевич Маслов. Заместитель председателя Ульяновского обл. сполкома, первый секретарь Ленинского райкома КПСС. Заведующий промышленно-транспортным отделом Ульяновского обкома КПСС. С 1954 по 1977 годы он работал на машиностроительном заводе имени Володарского. Ушёл из жизни выдающийся руководитель, создатель одного из первых заводских музеев. Памятников в честь погибших рабочих володарцев. Это невосполнимая утрата не только для семьи, но и всего региона. Выражаю искренние соболезнования родным, близким Александра Андреевича. Светлая память. Сказал губернатор Сергей Морозов. Прощание с Александром Андреевичем Масловым состоится 24 января с 10 утра до 12.00 в Доме офицеров. Новый выпуск аргументов фактов в Ульяновске открывается темой народных промыслов. Точнее о том, как выживают мастера. Гость федерального выпуска – мэр Якутска, который местный народ за её действия хочет клонировать. Ещё одна тема, как платные медцентры вымогают деньги. Главное в региональном выпуске. Почему мы страдаем от некачественного нового жилья, залезая в кредиты и ипотеки. Заезжаем в дома с трещинами и стоящими лифтами. Порой оставаясь без света, тепла и газа. Как один чиновник сдавал дома с недоделками за квартиру в этом же доме. И как за это повлатился. На четвёртой странице материал о том, как нашу медицину финансово оздоравливают и режут больничные койки. А также о мошенничестве на новый лад. Не верьте диагнозам, поставленным по телефону, и не ждите реанимобиля. В рубрике «Ваше здоровье» о том, почему сонливость может быть опасной. И что нужно знать о раке, которым заболевает каждый пятый мужчина и каждая шестая женщина. По традиции на страницах аргументов и фактов программа передач телеканала «Репортер 73». Московский цирк Юрия Никулина с гордостью представляет. 24 февраля. «Волга Спорт Арена». Один из самых масштабных цирковых проектов на льду. Зрелище мирового уровня. Легендарный цирк на льду. Только два шоу. Ресторан «Северный Блюз» приглашает всех провести роскошные свадьбы и романтические свидания. Весёлые дни рождения и торжественные юбилеи. Шумные посиделки с друзьями, корпоративы. И просто провести время в уютной, приятной атмосфере. К вашим услугам банкетный зал вместимостью до 80 человек. Вип-зал на 15 персон. А также барные зоны на 20 человек. А 25 января приглашаем всех отметить День студента. Всех Татьян ждёт приятный сюрприз. Ресторан «Северный Блюз». Улица Северная, 22. От обхази до Камчатки. Выставка продажа фемерских деликатесов в Ульяновске. Ароматные специи. Аджика, кемали. Домашние мясные деликатесы. Сыры кубани и адыгеи. Краснодарский чай. Сладости. Галиные сукафрукты. С 22 по 27 января. ТРК «Спартак». Первый этаж. И в завершении телефон рекламного отдела 304173. Рекламные ролики, сюжеты, объявления и бегущая строка. Звоните 304173. И вы в эфире «Репортера 73». Делайте новости вместе с нами. Звоните 304073. Читайте и смотрите онлайн. Тройная W.reporter73.tv Реальность сама складывает картину дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Продолжение следует...